здравствуйте уважаемые слушатели тема нашей 14 лекции это производство в суде присяжных присяжных по данной теме мы рассмотрим с вами такие вопросы как понятие значение источность суда присяжных заседателей также особенности назначения судебного заседания порядок формирования коллеги то есть скамей присяжных заседателей первый вопрос понятие значение и сущность сюда присяжных заседателей производство по уголовным делам с участием присяжных заседателей это суд разбирающий и разрешающий уголовные дела с участием присяжных заседателей которые не являются профессиональными юристами также вместе с судьей решают вопрос о виновности или невиновности доказанности деяний или недоказанности в отношении лиц оказавшегося на скамье подсудимых здесь у нас главная цель создания института суда присяжных заседателей это и укрепление прав и свобод лиц попавшего в орбиту под справа судья также последнее слово всегда остается за подсудимым подозреваемым суд с участием присяжных это его выбор то есть выбирает здесь у нас подсудимый именно подсудимому ему решать кому доверить свою судьбу то есть он решает также либо профессиональному суде или 12 присяжным заседателем который не имеет специальных познаний в области права но руководствуется при вынесении вердикта законом и совестью о чем дают клятву суду уголовно-процессуальный кодексом предусмотрена категория уголовных дел по которым подозреваемый может ходатайствовать перед судом о проведении суда с участием присяжных заседателей по данную категорию попадает в частности о преступлениях за совершение которых уголовным законом предусматривается пожизненное лишение свободы то есть это убийство совершенные в условиях чрезвычайных ситуаций и в ходе массовых беспорядков о воинских преступлениях совершенных военное время либо в боевой обстановке отбор кандидатов происходит методом случайного выбора из предварительного списка кандидатов присяжные заседатели с использованием технологий позволяющих обеспечивать случайность такого отбора список он формируется местным исполнительным органом то есть акиматом городским акиматом на основе списков избирателей к примеру к отбору в кандидаты в присяжные заседатели привлекаются около 300 граждан проживающих городе талдыкурган из них суд приходят только 30 проходят только 30 или 50 человек из которых необходимо выбрать букву из 25 человек а уже из 25 человек выбирается 12 присяжных заседателей это 10 основных и два запасных присяжных заседателя которые также участвуют в съедном заседании и голосует в случае выбытия одного из присяжных присяжные могут быть лица достигшие в возрасте 25 лет и не старше 65 лет они должны быть способными также не состоящимися в наркологическом или психоневрологическом диспансере и также не имеющими судимость важно что присяжным заседатель не имеет права быть судьей прокурором следователем адвокатом каким-либо государственным должностным лицом военнослужащим а также работником правоохранительных органов выбор в сторону присяжных это является положительным моментом для подсудимых имеющих судимость так как при особенности рассмотрения суда с участием присяжного заседателей это не допускает не допускается государственным обвинителем о фактах судимости подсудимых ранее судимости подсудимых о признании его хроническим алкоголиком или наркомана а также иные обстоятельства которые способны вызывать в отношении подсудимого предупреждение присяжных заседателей то есть подсудимые предстают перед присяжными засуд заседателями в не запятнанной с незапятнанной репутации судебное заседание с присяжным заседателем происходит следующим образом судья председательствующий по делу должен разъяснить присяжным их права и обязанности а также в случае обращения истолковывать ему законы и нормы законодательства так как присяжный не является профессиональным юристом суде присяжных участвует 10 основных едва запасных присяжных заседателя на случай если кто-нибудь заболеет либо случились какие-либо непредвиденные обстоятельства после процесса председательствующий по делу составляют вопросы с которыми работает уже присяжные заседатели в совещательной комнате вопросу могут быть такого характера считаете ли вы что виновность подсудимого доказано читаете ли вы подсудимого причастным преступлению ну и так далее ответ на каждый вопрос присяжный записывает специальный бюллетень с нумерацией и перед ставится печать суда тут же складывает его в урну в урну после каждого заданного вопроса судья пересчитывает голоса сам председательствующий по делу также принимает участие в голосовании голосование должно быть тайным так что кто кто как проголосовал об этом даже при желании невозможно узнать процесс присяжным заседателем более он проходит живым также подвижным здесь ярко демонстрируется принципы судопроизводства а также на основе равенства и состязательности сторон на этом все спасибо за внимание